Это давние яки, надлые 18-го столетия были выявлены нам, это в акватории Острова Береза. Далее рабочий номер. Ну, властные, такие рабочие номер. Спасибо, Ирмане. Будь ласка, запитание. Придите, как амфорами, которые были найдены, что было в середине? Чи это можно доследить, или дослежено? И вот эти написания, которые вы показывали, они расшифрованы, что они означают? Это Данузлав, озеро 1965-го экспедиции. Я не понимаю. Доследить, конечно, можно. Мест теоретично можно доследить, и, поскольку глина, вона не монолитная, а пористая, то какие-то частинки, не включено, там залишились. Тем более, что сам этот корабль, из-за Тийского часа, он находился, может быть, в серководном шаре. То есть, теоретично это можно сделать, а про реализацию мне, в данном случае, ничего не известно. Написи, ну, в основном, не написи, это клейма, в которых указана певная людина, администратор античного холісу, в часы которого выпускается, ну, это так. Для льнать, або... Какие конкретные там написи, я не знаю, потому что я не античный, не дослідник античности. У нас буквально на минулому тижню мы запросили специалистов из Института археологии, полюбих. Был начальник полюбого комитета из Института археологии, Комитрий Петрович, и, еще я пока не считаю, запросили мы их до места Генечевск. У нас там были свои такие запитания, и мы запропоновали Институту и у нас есть еще такая протока Тонка, и в ней находится, ну, не знаю, сколько там, много, что не много, но есть экземпляры козацких суден, еще каких-то. Например, в нашем музее зберегаются амфоры, которые были найдены на обережье прямо в Генечевске. То есть это не было каких-то специальных исследований, хоть вы и сказали, что Азовское море там не интересное. Нет, но яма на Вазеярде до Мариуполь, но это все-таки немного в другие беды. Да, сюда ближе. И вот прямо біля этой протоки, например, лежит козацкий човен, которые не достали, но достали только эту половину частину, за которую она зберегается в нашем музее. И когда приехали хлопцы до нас, они увидели амфоры, которые просто были выставлены, но они визначили век цих амфор. Есть и византийские, и еще какие-то, не буду показать, я календую до этого. Но вот, например, до чего еще и мои вопросы. Каким чином вы визначаете для себя? Чи интересно вам проводить какие-то исследования в определенном месте, районе? Потому что, например, почему для нас это сейчас важно? Может, даже если это не будет великой сенсацией, но это важно как раз для восстановления хронологии, и для некоторых закрытых в истории Украины, и не только для нас? Ну, я не буду вдаваться, ну, я как бы визначаю, но это все, мабуть, субъективно визначаю. А вообще-то Юрий Викторович мне говорил, что десь там на весне собираются туда ехать, и меня запрошили. Уже, да? Ну, и так. Я еще не знаю, потому что приятно чувствовать это. Можливо, там на месте уже разберемся краще. Прекрасно. Проблема выбору – это такая философская категория. Я зрозумела. И еще, вот, вы говорили про бенбенцию. У нас, вначале, президент еще не подписал того, что там мое подписаться, щодо року культурної спадщины в Украине. Но, например, как мы намагаем до этого долучиться, просто Европейский союз и сам проект «Креативная Европа», они финансуют очень много и очень мощно, так, с финансовой точки зрения, очень классных проектов, и науковых в том числе, по сбережению культурного спадщины. Я розумею. Чи есть у вас планы на таке? Ну, это достаточно сложные вещи. Я могу вам навести пример. Колись в 2000... Ну, это немного из другой Европы, но из археологии. В 2005-2009 годах я работал в Херсонесе и Таврійськом. Ну, и мы занимались консервацией и реставрацией камняных стены византийского часа, там, стели и так далее. Вот. Попрацювали-попрацювали. Были деньги. Там был хемлет, пакат. Один из спонсоров. Ну, не понадоб. Гроши закончились. Все это закончилось. Работу мы сделали. Ну, и разошлось. Виявилось. Потом я там через несколько лет с подивом дизнался, что, власне, спецеалистов по каменю была наша группа. Власне, это... А больше у нас на реставрации камня, например, жодного спецеалиста немало. Ну, в стране. И давно, и не было. Так что, это... А, как бы, реставрация, консервация, особо в подводной, або из-под води, каких-то вещей, те, что дисталися. Ну, надзвичайно, это должны быть хорошие фахивцы. Я, на жаль, я могу какие-то первинные заходы, чтобы оно не загибло прямо заработать. Ну, когда я там дистаю из воды. А вот так вот, чтобы быть уверенным, что оно там будет десятки лет стоять и не рассыпаться на порог у меня. Так что я навряд ли в эту галузь буду. Можна? Я вам могу объяснить, как и в другом ключе. Дивите, когда мы берем грант европейский, то мы не можем самостоятельно этот грант освоить. Это может быть еще одна сторона столбу. И они всегда имеют свои условия, как и куда направить это финансирование. Частейше за это финансирование нужно им для того, чтобы учитаться за отримание грошей. Оскільки речи, они лишают тут, надо очень ретельно наполягать на то, чтобы реставрация проводилась. Но для того, чтобы оно далеко сперегалось и для того, чтобы оно было не только единственное секретное, чтобы оно далеко продолжалось, вы должны создать на то, что чтобы у вас были фахицы наставки, чтобы вы не шукали потім по всей креме, чтобы у вас был свой вакцовец, который может не быть святого уровня, но он должен иметь минимум знаний для того, чтобы держать это все надалее и получать все эти проекты. Вот тогда у вас есть. Можно еще по лекции? Я не понимала. Экспедиция 2011 года Одесского университета около острова Змейни. Корабель вез вино и оллию. До Бреции. И как я хочу... Вот в этот момент я что-то не расчула. То есть сюда. То есть сюда. То есть сюда. Куда он направил? Ну, в Ольвию, например, в Кио, в Херсонес. В общем, все, или в Боспольское церство Пальтикапе. Все эти центры певничного при Черноморья имели потребу, в вине и в оливковой олении. Оскільки оливки тут не росли, точно не культивировались они, принаймні. Расти то, может, сейчас и росло. А виноград был недостатньо гарный для гарного вина. И грецкое вино хорошее, так? Грецкое вино хорошее, так? Тепер все... Нее. Важалося, как Вы сказали. Тепер все зрозуміло. Потому что я думала, что он ехал до Греции, и мне не зрозуміла была фраза, почему поганый вино. Теперь все зрозуміло. А когда происходило заклинание Городов, например, Херсонес? Ну, Херсонес насправді то лиминад досиленно затоплений, но это, например... Трансгрессия 2-го столеття... Ну, в 2-му, в 5-му столетті нашей эры произошла трансгрессия. Причому спеціалісти, гидрологи, не скажу точно, они очень разносятся в своих датуваниях, оцинках и масштабах. То есть и глубинах, и на уровне моря, на которое поднялось. То есть, если вы возьмете, например, это все мы гидрологи, и у каждого будет властная думка. Жоден не будет как-то... А это происходит постепенно, или как-то это скачка? Нет. Это, кроме морского процесса, есть еще геологический процесс, связанный с технической платою, на которой находится та или иначе паночка. Есть антиклиналии и синклиналии. Антиклиналии поднимаются, а синклиналии отпускаются. В зависимости от того, из какой швидкость опускается синклиналь, и проходит процесс подтопления. Это постепенно процесс, который бывает на протяжении использования контента. В любом случае, катастрофично, чтобы не было затопления. Ну, в данном случае. А в последние годы, на острове Змейном, на острове Змейном, мне кажется, давно не происходят. на острове Змейном, 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 на острове Змейном. Ну, в костюмах, так, люди до 300 метрів сучасних можуть занурюватися теоретично, ну, але це технодайвинг, який, ну, дуже складний і дуже небезпечний. Власне, оці люди, які занурювалися в византійський корабль на 125 метрів, вони там провели достатньо часу, щоб підніматися 5,5 годин, тобто проходит декомпресію, 5,5 годин, ну, але це не 300 метрів. Ось. Я особисто глибоко, ну, поскільки я не Тайвер, я все-таки археолог, і мені не попадались такі глибокі пам'ятки, то я більше ні на 25 метрів не занурювався. Ось. А ну, після 30-ти, на сьогоднішній день прийнято використовувати вже не стиснути повітря, а якісь суміші. Тобто там ще своя додаткова робота. Так, будь ласка. Ось ще. Це внаслідок природних умов. Не тому, що там витонули кораблі, а тому, що від них там мало що залишилося. Тобто воно там все перемішалося, перебилося і злимувалося. Так, якщо немає питань, я зараз залишу. Так. Ну, це не так фільм, як теж презентація цієї конвенції по збереженню підводної спадщини. Ну, якщо по нас цікаво. Там є така реконструкція досить яскрава в стародовин 15-го століття. А привалість фільму? Він, чесно кажучи, він не бежував. Ні, не показує. Ні, не показує. Ні, не буде. Багато не буде. Звук, голос мішу не буде. Так, це перетворюється на культурному спадщину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Катар взагалі не проєднався до жодної конвенції. Це одна з небагатьох країн світу, яка не підпорядковується жодному міжнародному документу. Продолжение следует... 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 Малювание и кресление, процесс, который проводят люди в воду, это имитация наземной работы, хотя на самом деле, если вы сфотографируете, воно будет, возможно, даже точнее и лучше выглядеть, и потом обработать эти фотографии, но традиции, которые существуют в наземной археологии, у меня очень тисли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это у меня такое впечатление, что взяли, почистили, вот это точно почистили, отреставровали, потом замулили на дно и сняли... Продолжение следует... Продолжение следует... И Роман с этого проводу говорит, что поднимать с наглядкой на поверхню можно тогда, когда есть возможность ее отреставровать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...